В минувшую субботу тверские мотоциклисты официально открыли сезон. Сотни представителей разных мото-клубов, а также обычные любители мототехники, ежегодно собираются на это мероприятие, чтобы, выстроившись в длинную колонну под рокот моторов, продефилировать по центральным улицам областной столицы. В этом году впервые местом сбора байкеров стала Краснофлотская набережная, где утром прошли конкурсы по вождению мотоциклов, а в час дня началась самая зрелищная часть шоу около тысячи мотоциклистов из Твери. Тверской области и других регионов не спеша двинулись по городским улицам. Колонна растянулась более чем на километр. Самые разные мотоциклы проехали по маршруту улицы Советской, Вакжан, Варджиникидзе и финишировали возле мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» на набережной реки Лазури. Горожане с большим интересом наблюдали за этим редким шоу, многие фотографировали и снимали на видео. Для гостей праздника подготовили музыкальную программу, перед собравшимися выступили известные в Твери исполнители. Но, пожалуй, главным было просто общение байкеров, наконец-то выехавших на своих железных конях после долгой зимы. Кстати, сами мотоциклисты, вопреки сложившемуся стереотипу, это зачастую довольно солидные люди отнюдь не подросткового возраста. Для многих из них это хобби еще с юности, хотя, конечно, среди них много и молодежи. А еще с каждым годом за руль мотоцикла садится все больше девушек. Что касается самих байкеров, то на открытии сезона каких только не было. Тут и легендарные американские аппараты, включая довольно редкие экземпляры, и даже английские мотобренды. Но больше всего японского мотопрома самых разных классов. От тяжелых мото-лайнеров вроде Goldwing или, например, одного из самых быстрых серийных мотоциклов Мира Хаябусы. Да просто роскошных чопперов и спортбайков, эффектных кроссовых и надежных дорожных железных коней. Отдельно стоит упомянуть старые советские мотоциклы. В основном ижи и уралы с колясками. Часто их владельцы придают их облику какое-то новое звучание. Например, оформляют в милитаристическом стиле. Как этот экземпляр времен Второй мировой, среди мотолюбителей особо ценятся старинные модели, восстановленные из оригинальных деталей и сохранившие свой исходный облик. В завершении официальной части праздника организаторы мероприятия поздравили всех с началом сезона и пожелали удачи хороших и безопасных дорог.